друзья всех приветствую на моем канале давно мы с вами не виделись стали выходить реже видео есть причина почему они стали выходить режем некоторые на канале ребята не могут уже угомониться и знают причина некоторые первые комментарии которые я увидел он был не знаю недели три назад две с половиной в общем я буду стараться быть краток и объясню вам ситуацию кто-то порадуется этой ситуации но это ничего ему не даст к сожалению если такие люди на канале а кто-то не порадуется так же как и я не радуюсь этой ситуации на что произошло друзья произошла авария до произошла авария в которой я немножко пострадал и это вина не моя паренек выскочил я приложу сейчас дальше вы увидите видео все как происходило я приложу вам то что я у меня осталось телефона точнее то что я снял в этот день естественно это все было на эмоциях все это было не для youtube все это было так частично накинуто не я не знал выставлять это не выставлять сейчас у меня появилось время авария произошла 20 октября то есть достаточно уже времени прошло 20 октября 23 года я все время это молчал потому что пока я добрался домой пока я пытался разрулить эту всю немного ситуацию чтобы стала я с ней что куда и как сейчас как вы видите я дома я занимался ремонтом автомобилей точнее их переделкой кто не знает это моё как дополнительный мой доход я дострою спальники я до устанавливаю какие-то дополнительные такие как аккумулятор печку поэтому кому надо вы можете ко мне в facebook или instagram зайти и со мной сконтактировать сейчас у меня есть время до неизвестного периода поэтому это не нововведение я этим занимаюсь уже более четырех лет поэтому вы можете ко мне обратиться кому там печку поставить или там не знаю аккумулятор дополнительные или спальник сделать в следующих нескольких роликах увидите супер проекты который наверное на сегодняшний день один из самых дорогих был и он сделан по копии моей машины но сделан как и для себя поэтому я вложился там по полной но сейчас речь не об этом по поводу аварии дальше в ролике сейчас вы не переключайтесь вы увидите как это произошло вина не моя у меня есть полис репорт у меня были повреждения небольшие поэтому тем клоуном которые пишут влад почему ты не молчишь почему ты не говоришь почему ты я не должен ни перед кем отчитываться это раз во вторых я делаю по своим возможностям если я приехал домой у меня была куча проблем куча задач со страховыми с полис репортом с этим с адвокатом да я нанял адвоката потому что у меня остановился бизнес поэтому вот такая печальная ситуация произошла проехал я всего лишь 5000 миль после замены двигателя как вы знаете я также до этого делал машины потом я выехал буквально сделал круг через техас там поднялся немного выше все у меня авария произошла в талсе городе штат оклахома так получилось опять же вина не моя паренек попал на космические деньги не знаю чем это все закончится я расскажу по мере возможности потому что вот месяц прошел даже больше уже больше уже месяца прошло пока все очень медленно решается очень медленно делается но так в этой стране поэтому приношу свои извинения за то что контент выходит редко ходил в больницу немножко поправлял свое здоровье сейчас тоже продолжаю ходить я не очень пострадал но все равно были небольшие скажем так ущерб да там как бы не ущерб а поцарапал я руку сильно об эрбэх или обру не знаю что аэрбэх до стрельнули и я вам скажу что авария произошла где-то на скорости 55 60 миль в час где-то 60 приблизительно потому что я буквально две мили не доехал до загрузки извиняюсь что камера так телефон держу буквально две мили не доехал до загрузки и уходил же x поэтому там был 65 спид лимит видно на видео будет дальше но я уже скинул и это хорошо что я скинул но удар был очень серьезный очень сильный потому что я не рассчитывал я не тормозил mercedes сама тормозился и я в шоке честно говоря что на скорости там 100 километров в час вот мои между прочим повреждения видео рука шрамы заживают уже с вами остались только были не шрамы был было с плечом что-то проблема потом вроде бы зажило но в общем ударился сильно так вот что же на самом деле произошло вы увидите дальше немножко сбился люди помахали поприветствовали я нахожусь дома у нас шикарная погода немножко похолодало уже нет жары я тут занимаюсь он то обустройка стола то еще что-то короче добавь всеми делами поэтому друзья снял как снялось какие кадры есть такие есть было мне честно скажу обидно чуть-чуть и печальненько первые две недели потом немного отпустила поэтому кадры вам студию как есть так есть дальше расскажу и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Не знаю, посмотрим, что я буду делать Взял в аренду, поеду домой Прощай, мой верный друг Я тебя очень сильно любил Мужики, мне передать чувства Просто не передать На данный момент машина находится в Джексонвилле Там, где я у ребят делал двигатель Спасибо, хочу сказать Роману Моему подписчику Хорошему человеку, которым я случайно встретился На тракстапе Он меня выручил, доставил мою машину В Джексонвилл Сейчас она стоит на сервисе Немного ее подразобрали По машине, как бы вам сказать Повреждения Вроде бы и не сильные Но очень много мелочи Скажем так, двигатель, радиаторы целые Все завелось Ошибка только на airbag Как бы все гуд По машине Единственное Очень сильно пострадала подвеска Подвеска очень Ну естественно Вся морда Не вся морда А бампер Который я делал Все коту под хвост Печалька Да, печалька Но Самая большая печалька По ходовой подвеске Потому что Левой стороной Левым колесом Я полностью ударился В бетонную стену И там Конечно Скажем так Вся рулевая рейка Лонжероны целые По наружке Чисто капот Два крыла Под крыльями Чуть-чуть Вот этот металл Который он буквально Примялся Там То есть Пальцами можно Он же там тонкий Можно там его Грубо говоря Пальцами выровнять Ну естественно Пальцами выровнять Не будем Ну это я образно Вам рассказываю А так Очень сильно Пострадала Передняя ходовая Диск левый Принял на себя Удар об бетонную стену Весь Весь Вес машины Ударился И Поэтому Вот кадры Вам сейчас Как В каком состоянии Машина ждет Решения Страховых Что мы будем С ней делать Я выпрашиваю Космические деньги На ее И ремонт И Или же Если ее списывать Честно скажу Списывать не очень бы Хотелось бы Потому что Хочу Только поменял двигатель Просто обидно Вот Поэтому Друзья Буду держать вас В курсе Пока Вы будете смотреть Дальше Как я добирался Домой А Дальше Будет видно Что и как В следующих Видосах Буду постепенно По мере Поступления Информации Какой-то Буду вам Рассказывать Показывать И Так дальше Так Друзья Заселился В гостиницу Короче Тут что-то Я Чуть-чуть Где-то Припечатался Синячок Вот это Самое Больное Уже Засохшая Кровь Но Такое Себе Короче Друзья Я Еще Нос Болит Блин Подушка Эта Ярбэк Влупила Так Но нет Целый Просто Как ударился Что это Что это Короче Друзья Я в ахере Я уже даже Не могу Сдержаться Короче Взял номер Кинсай Сейчас купаюсь Переодеваюсь И отдыхаю Завтра утром 1100 миль Домой Пилять Такой номер Ничего особенного Друзья Не буду снимать номер Не до съемок Короче Завтра Поедем дальше Друзья Утро доброе Такой у меня Свинючник В машине Ну Как вы понимаете Я уже закидался Как Как получилось Бажник Не буду открывать Он полный Может что-то выпасть Что Полный бак уже Короче Заехал Заправиться Сейчас Заправим Эту машину И Экономная машина 29 97 Вышел Бензин Это бак Я спалил Еще Бак У меня Что вам сказать Я в шоке Меня жизнь Так Дрюкает Извините Меня Что так Никогда Не дрюкало В такой Жопе Я еще Не был Из одной В другую Еще И поглубже Домой Мне еще 900 Сентамель Друзья В общем Я вообще Не спал Почти Как сами Понимаете До сих пор Как трусит После такого Спать Очень Тяжело Теперь в голове У меня Все крутится Смотрите Какой Красавчик Стоит Что там Такое Что там За движение Смотрите Какой Симпатяга Солнце Светит Ну Хорош Какой Нафиг Красавчик Владок Что ты Несешь Нахрен Они тебе Нужны Да Мужики Я даже Не знаю Честно Что сказать Скажу Что Я Очень Устал От Этих Всех Проблем От Этих Всех Нюансов Меня Честно Это Уже Достало И Что Вам Еще Сказать Друзья Главное Сейчас Добраться Домой Завтра Нужно Вернуть Эту Машину 630 Баксов Отвалил За эту Шмакодявку На 1200 Миль Мне Почти Домой Было 1100 С чем Я Вчера Немного Проехал Взял Гостиницу Все Пытался Поспать Но Поспать Не Получилось До Трех Часов Утра Ворочался Потом Потом 6 5 45 Я уже Проснулся Думаю Ладно Надо Вставать 10 Вечера Пишет Прибытие Плюс Минус Раньше Приеду Потому что Не спавши На эмоциях Голова Квадратная Все Как Никак Подушечка Долбанула Меня Все Это Рука Вон Все Чуть Чуть Даже Подпухла Я вам Скажу В общем Весело У меня Весело У меня Пропустим Летящих 80 На траке Так Мне еще Я даже не знаю Где я нахожусь Если честно Еду Знаю Просто куда ехать Еду Себе Да и еду Мне надо На Бирмингем Литл Урок Я проехал Арканзас Мне надо На Бирмингем Алабаму Там на Атланту Или срежем На Флориду Оттуда Посмотрим Короче Да и все Все друзья Не знаю Что вам сказать Честно У меня нет слов Просто У меня просто Нет слов Я После ремонта Проехал Ровно неделю Ровно неделю После ремонта И 10 дней Можно сказать Нет Даже нет 10 А ровно неделю Сегодня Вчера Была пятница И в четверг Я выехал Из дома Ну грубо говоря Неделю Я проехал И меня Долбанули Я максимально Пытался сделать Что Я мог И Я в принципе И сделал Потому что Я мог его Лупить В водительскую Дверь И не факт Что он бы Вообще Выжил Но Когда я ехал 60 Где-то Скорость была И Вылезти Просто Почти Стоящая машина Ну Это как В отбойник С учетом того Ну Барбосик По барбосику Что По барбосику У меня просто Сейчас Так Слеза Катится Знаете Но По барбосику Левая сторона Колесо Труба Диск Он отработал По отбойнику Но вся бочина Целая Кроме крыла Переднего Левого Дверь Немножко Царапнутая Но неумятины Нету Правая сторона Только крыло Лонжероны Целые Отработала Чисто По подвеске По колесам Я его Грубо говоря Там Слева Я ударился Подбойник Меня откинуло Колесом Диск Принял на себя Все Ну там Согнуло Рычаг Конечно же Не знаю Может еще что-то Согнуло Почему-то Когда Она отработала Было Ровно Колеса А когда После эвакуатора Левое колесо Что-то вывернуто Или он Вырвал Может Наконечник Зацеплял Или Я не знаю Ну короче Это уже смотреть надо Что по поводу Машины Я не знаю Что с ним Делать Потому что Ее Или в Тотал Списывать То есть Все Больше мы его Не увидим Почему я все Изобрал Или же мы Забираем Его и делаем Но Там не так Много Я вам скажу Работы Ходовку Переднюю Перебрать Все Крылья Два крыла Новых Новый бампер Да Кастомный бампер Улетел Капот Новый Радиатор Суппорт Нужен Новый Но радиаторы Целые Не вытекли Нигде Ничего Даже туда Не достало Оно прошло Рейфорсман Только Новый Нужен Но он у меня Есть И Что еще Ну там По мелочам По любому Будет еще Куча Фары Новые Нужны Обе Ну такое Но они Как бы Есть тоже LED То есть Как бы В принципе Его сделать Можно Единственное Но Это Airbag То есть Стрельнули Две подушки Ремень Стрельнул Водительский Не знаю Пассажирский Стрельнул Я думаю Нет Я не проверил Но Подушки Стрельнули В руле Ладно На руле Окей А вот В торпеде Стрельнуто Это Как бы Немножко Проблема Ладно Друзья Немножко Я порассуждал Слух Сейчас Немного Отхожу Хотя До сих пор Руки Трусятся Как говорится Хотя Уже Прошло Времени Сколько Сейчас Главное Благополучно Доехать Домой Надо Прийти В себя Собраться С мыслями Выходные На улице Машину Я оставил 45 дней На парковке Она там На Товен Парковке Может стоять Дальше Не знаю Что с ней Как с ней Никогда Не был В этой ситуации Первый раз У меня Такой сильный Экцидент В Соединенных Штатах Что именно На дороге Поэтому Я Максимально Берег Для себя И для вас Эту машину Вы просто Не представляете Там козлы Которые Пишут И радуются Моим Утешением Моим Вот этим Поломкам Моим Вот этим Этим Ребят Знаете Что шар Жж Круглый Никогда Нельзя Радоваться Чужому Горю Никогда Поэтому Я там Заблокировал Как-то Видео Выходило Вот Про Обзор Варбоса Я там За последнее Время Никого Не блокировал А просто Так Взял Там Человек 6-7 Достали Просто Взял И заблочил Такие Диванные Эксперты Просто Не выдержал Честно Поэтому Извините Если кто-то Вылетел Хотя Он уже Не узнает Но Всех Остальных Адекватных Что-то Я принимаю Что-то Какой-то Прикол Всякое Шлют Мне Вы Сами Понимаете Это Блогерская Фигня Которая В принципе Она мне Никакой Прибыли Не приносит Чисто Вот это Вам Уже Вас Бросать Знаете Вот Вас Совесть Мне не Позволяет Бросать Ну Так Воспитан Я Так Я Воспитан Как Вроде Б Должность Должен Кому-то Знаете Не знаю Но За эти Несколько Месяцев Друзья Я Отдал Со Своего Кошелька Еще Одного Барбоса Можно Сказать Еще За Одного Барбоса Я Отдал Уже Как Дальше Будет Я Не знаю Просто Не знаю Вот Еду Домой И Сижу Все Думаю Смотрю На Деревья Эти Поля И Сижу Думаю Что Вообще Дальше Все Козырек Опустил Ничего Вам Не видать Едем На этой Шмакодявке 75 Спит Лимит 83 4 Поливаю Думаю В соточку Доллара Уложусь На Бензин 630 Отвалил По-моему 632 Ну короче 650 Грубо Возьмем За аренду Этой машины Теперь надо Эти еще бабки Выбить со страховой С его Потому что Моей вины нет Я Знаете Видеорегистратор Меня спас Видеорегистратор Меня спас Я только показал Полицейскому Видео Отрывочек Там 16 секунд Или сколько 18 Он сказал Все Больше Мне Можешь Ничего Не показывать Здесь Твоей Вины Нет Я Тебе Сочувствую С твоей Машиной С твоей Машиной Я Говорит Вижу Что это Необычный Автомобиль Говорит Говорит Да Это Необычный Автомобиль Я его Очень долго Строил Это Моя душа Говорит Он Говорит Очень Жаль Очень Жаль Такой Хороший Мужичок Как-то С ним Разговорились Немножко Там Позвонил В страховую Свою Там Начали Дебильные Свои Страховки Вопросы Задавать Я У него Начал Спрашивать По Знаете На стрессовом Состоянии Уже что-то Не понимаю Поэтому Что Реально Вчера Меня трусило Аж до Позднего Вечера Пока Я там Душ Не принял И Немножко Так На эмоциях Я Не знаю Друзья Буду думать Что С Барбосом Честно Хочу Его Вернуть Хочу Его Вернуть Но Но Не знаю Мне Сейчас Нужна Единственная Это Ваша Поддержка И Поддержка Моих Близких Людей Это Единственное Что Мне надо Все Двигаемся Домой Спасибо Что Вы Остаетесь Со мной Солнышко Садится Я Все Еду Еще Друзья 248 Миль Я Сюда Вообще Короче Не Влажив Эту Машину Очень Маленькая Ниссан Как Она Верса Или Как Она Там Называется Такая Городская Машинка Мне кажется Для Хайвей Она Очень Тяжеленькая Маленькая Неудобная Такая Ну На Один Раз Хватит Нам Спасибо Что И Лететь Был Не Вариант С Такой Кучей Вещей Целый День Еду Целый День На Телефоне Целый День Думаю Думаю Ну Не только От меня Это все Зависит В общем Эта процедура Долгая Несколько Месяцев Я думаю Поэтому Не знаю До нового Года Навряд ли Я выйду А там Бог его знает Посмотрим Поживем Видим Вообще Вообще Ли Выйду Или Нет По чуть-чуть Я уже Подустал Потому Что Лупишь 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 Целый День Сколько Я уже Получается 800 900 Майлов Где-то Влупил Да 900 Даже Уже С хвостиком И Это С учетом Того Что Я Рано Выехал И Еще Мне Три Спай На Часа Сейчас Темнеет Будет Тяжелей Итак В конце Я здесь Добрался Домой На следующий День Я сдал Машину Которую Врал В рент Между прочим Она мне Вышла 700 Долларов В аренду С Оклахомы До Талсы Все Эти Платежи Я заплатил Свои деньги За аренду Я заплатил Свои деньги За доставку Барбоса Во Флориду Все эти Бабки Потом будут Возвращаться Мне Через Суд Через адвоката То есть Мои расходы Ну Это будет Уже Отдельная Тема Поэтому Машину Мы арендованную Вернули Сейчас Я нахожусь Дома У меня Есть Несколько Заказов На Которые Я откладывал Там Туда Сюда Конкретно Не мог договориться С некоторыми Людьми По поводу Ремонта Их И апгрейда Их Машин Поэтому В следующих Видео Мы будем Строить С вами Спальник Для Супер Классной Машины Будем Заниматься Пока Ремонтами Пока Моя машина Решается Ее Судьба Таковы Реали Печальное Получилось Видео Для кого-то Ну по крайней мере Для меня Эти кадры Смотреть Не очень Приятно Потому что Многие из вас Знают Что я в эту машину Вложил душу Да И она Меня За Свои Четыре года Недавно Ей было 16 ноября Как я ее Купил Четыре года Выехал я На ней Можно сказать В 2020 Году В начале Она мне Была Хорошим другом И остается Хорошим другом Потому что Она меня Выручала Она мне Зарабатывала Очень хорошие Деньги И В принципе Я бы хотел Своего друга Вернуть В семью И оставить Как говорится Потому что Ну очень много Я в нее Вложил Не хотелось бы Это все Начинать Заново И Строить Это И так дальше Плюс Опять же Там у нас Новое сердце Которое Жалко Просто Труда И Забот Буквально Можно сказать Сентября Месяца Я практически Не работаю Потому что Была проблема То не было Немножко Работа Как-то Подупала Потом Проблема С двигателем Потом выскочил Вроде бы Ничего Ничего Только выскочил 5000 миль Такая вот Печаль Поэтому Друзья Оставайтесь В следующих Видосах Вы увидите Копию Барбоса Которого Я буду Строить Немножко Уже С новыми Нововведениями Потому что Мой был Экспериментальный Постараюсь Не пропадать Ну По мере Возможности Потому что Сами понимаете Сейчас и снимать Особо Нечего И дома Нахожусь То что Делаю Дома То и Снимаю Как бы Поэтому Не обоснуйте Как есть Так есть Всем спасибо Увидимся В следующей серии Ну И буду Вас держать В курсе Про вашего Любимчика Про меня Не Не про меня Любимчика А про Барбоса Я имел ввиду Потому что Знаю Что на канале Есть Большое Количество Людей Которые Очень даже Любят Скажем Эту машину Больше Чем я Да Таков И реали Ну Кому то Пофиг Кому то Пофиг Кто то Зашел Посмотрел И шел Да Таковы Есть Реали Я недавно Столкнулся Когда мне Надо было Его привезти Домой Я Начал Просто С блогерами Да Тех Там Занимается Перевозками Начал Просто Им писать Говорю Ребят Ну Выручите Типа Мне Я плачу Деньги Какие Вы Там Какие Вам Надо Только Доставьте Мне Машину Мне Надо Ее Привезти Потому что Не каждый Ее мог Взять Из-за Того Что Она Была Левое колесо Выворачивалось И затянуть Ее Только Можно Было Ну Там Лебедка Плюс Я Хотел Там Снять Кардан Эвакуатор Который Приехал Его Затягивал На Трассе Он Просто Его Затянул Как Ест То есть Он Там Пыхтел Мыхтел Потому что 7000 Паундов Почти Тянул Не Почти А 7000 Паундов Тянул И Он Даже Кардан Там Никто Не Откручивал Ничего Не Отключал Короче Не Есть Хорошо Но Когда Уже Ее Привозили Во Флориду То Там Уже Сделано Все По-людски Опять Спасибо Романчику Роман Ты Красавчик Выручил Меня И Это Это Мои Подписчики Знаете И Мне Приятно Что Есть Такие Люди Которые Могут Помочь В Такой Ситуации Так же Само Как И Я Помогал В Некоторых Ситуациях Ребятам Это Как Мне Один Написал Человек Что Последнее Видео Было Про Лореда Что Я Смеялся Ржу Там Смеялся Мы С мужиками Пили Пиво На Тракстапе Нам Было Весело Вечерний Сходняк Был И Я Абсолютно Ни Над Кем Не Смеюсь Абсолютно Мы Просто Ходили По Ситуации Смеялись От Того Что Нам Было Весело Что Столько Было Забито Машин И Как Мы Будем Завтра Уезжать Мы Не Воспринимаем Это Как Горе Ой Сидеть На Тракстапе Понимаете Вот Это Плакать Нить Ой Грузов Нет Машин Много Это Детский Сад Это Детский Сад Я вам Скажу Просто Детский Сад Потому Что Если Сидеть Нагнетать Ситуацию Что Все Печально Все Пропало Все Коту Под Хвост Так Жизнь Не будет Идти Дальше Нормально Потому Что Вы Сами Себе Усугубляете Все Что Все Все Печально Все Можно Пойти С моста Грубо говоря Прыгнуть Да И все Все На этом Закончилось Не надо Воспринимать Так Кому То Это Нравится Кому То Не Нравится Так Как Я Снимаю Я Такой Как Я Есть Где То Я Посмеялся Где То Я Кого За Слово Сказать Где То Я Тоже Где То Улыбнулся Где То Я Пошутил Где То Я Серьезно Сказал Это Нормально Не Воспринимайте Это Серьезно Один Человек Написал Раньше Тебя Было Смотреть Интересно А Сейчас Стало Неинтересно Ты Смеешься Над Коллегами К Чему Это Понимаете Если Это Было Неинтересно Или Что То Я Тут Рассказывал Кого-то Постоянно Как Говорится Сейчас Хотел Слово Сказать Это Ну Ладно Не Буду Там Все Братства Дальнобоя Поняли Я Никого Не Обсыраю Я Вообще Никого Не Трогаю Я Веду Свой Канал Свою Работу Что Я Делаю Дома Что Я Делаю С Угрейдами Поэтому Люди Уехали Довольные Спасибо Сказали Счастливые Довольные Машинки Сделаны Все Нет Таких Никто От меня Не уехал У кого Потом Были Какие То Проблемы Или Я Что-то Нарассказывал Такое Чего Не Существует Да Это Бизнес Кому-то Он Идет Кому-то Не Идет Это Нормально Это Как В любом Другом Бизнесе Кто-то Умеет Ложить Классно Кирпич А Кто-то Умеет Классно Крутить Руль По 16 Часов Не знаю Заниматься Каким-то Кто-что Умеет Я Делаю То Что Я Умею Своими Руками Да Я Как Говорят Многие Непосидюха Непосидюха Это Да Но Я Не могу Вот Я Сейчас Месяц Дома У меня Были Проекты Я Поделал Сейчас Я Уже Пятый День Сижу Страдаю Фигней И Он Уже Фигней Дострадался Что Тут Была Тумба Кто Это Было Вчера Поэтому Я Не могу Сидеть Долго Без Дела Я Не Могу У меня Даже Сосед Приходит И Говорит Ты Когда-нибудь Отдыхаешь Или Нет Да Отдыхаю Когда-то Отдыхаю Естественно Есть Никогда Я Отдыхаю Я Не Говорю Что Я Супер Классный Чувак Но Я Такой Как Я Есть Кому Нравится Смотрите Я Не Оправдываюсь Я Просто Пытаюсь Объяснить Те Люди Которые Считают Что Я Должен Перед Ними Отчитываться В Видео Ребят Я Этот Канал Веду По Мере Возможности Я С Этого Канала Не И Не Нифига Ну По Крайней Мере Доход С Него Я Вам Честно Скажу Положаю Руку На Сердце Ну Баксов 200 Баксов 200 С И То Не Наемся Поэтому Это Все Чисто Делается Для Для Чего Это Делается Для Того Чтобы Вы Видели Как Эту Гребаную Там Печку Поставить Понимаете Чтобы Вы Видели Как Тот Фильтр Поменять Как Можно Сделать Машину Для Хороших Условий Работы Как Проходит Работа Да Что То Я Где То Не Говорю Ну Я Опять Не Должен Перед Отчитываться И Опять У Меня Есть Люди Которые Научились Зарабатывать Деньги На Этом Бизнесе Есть Те Которые Знакомые Не Научились И Это Нормально Не Могут Быть Все Идеальны Не Могут Просто Не Могут Поэтому Друзья Есть Как Есть Печальное Видео Для Меня Не Знаю Как Для Вас Пишите Вы В Комментариях Дальше Немножко Видео Будет Повеселее Как Мы Будем Строиться Комментаторов У нас Хватает Знатоков У нас Хватает Но Когда Заходишь На Очень Все Легко Проверяется Просто Заходишь На Их Странички Где-то Фейсбука Инстаграма Или Того же Ютуба Оказывается Что Это Грубо Говоря Плохие Люди Скажем Так Плохие Люди Будем Вежливыми Поэтому Друзья Увидимся В следующей Серии Давно Не держал Камеру В руках Как говорится Поэтому Всем Спасибо Оставайтесь Со мной Постараюсь Не пропадать Обещаю Постараюсь Если Не будет Что записать Выйду В прямой эфир Не знаю Выйду В прямой эфир Поговорим В прямом эфире Всем Па-па